Высшую награду область получила за производственную аферу в сельском хозяйстве. Ее еще называют рязанским экспериментом или рязанским чудом. Афера стала следствием провозглашенной Хрущевым экономической гонки Соединенными Штатами. Был очень модное название для мальчика, имя ДИП, догнать и перегнать. ДИП, ДИП, аббревиатура. Вот догнать и перегнать Америку было главной целью Хрущева Никита Сергеевича. По сути, он убил Ларионова. Заставил его выполнить три плана, которых в принципе нельзя было сделать ни одной области, даже южным областям, Краснодарскому краю нынешнему, даже не под силом было, не то что нашей, а Рязанской. Стремясь перевыполнить план поставок мяса, партийное руководство Рязанской области, подстегиваемое центральными властями, поставило сельское хозяйство региона, одного из лидеров в производстве животноводческой продукции, на грань катастрофы. Все пригороды, все села опустили тут же, даже вплоть до кроликов разводили, вот прямо напротив нашей ВДНХ, у ворот, в котором мы стоим, находится сад юнатов. Даже там разводили кроликов сотнями, то есть по школам раздали такую разнарядку, да, кролики, овцы, скупали в Туле, в Тамбове, я знаю, до Липецка доходили, мало того, в Казахстан ездили, целыми эшелонами привозили мясо. Потом запускали молодняк, стоило, и продавали его как мясо. Руководителя региона Алексея Николаевича Ларионова представили к присвоению звания Героя соцтруда, а области вручили Орден Ленина. Но уже через год после массового забоя поголовье скота уменьшилось на 65%. Колхозники, у которых под расписку временно изъяли скот, отказывались обрабатывать колхозные земли, что привело к падению производства зерна на 50%. Рязанская область была разорена. В 60-м году Ларионова золотой звезды лишили. Он полностью осознавал свою ответственность за положение дел и покончил жизнь самоубийством. Он жертва, жертва этой ситуации. Он не виновник ни в коем случае. Это солдат, который выполнил приказ. Замечательный человек. На могиле у него даже написано честному труженику. Поэтому, если у него отобрали звезду Героя и Орден Ленина, автоматически это должно произойти и со знаменем Рязанской области. Потому что эта награда незаслуженная. Она всегда будет таким коготком царапать сердце каждого рязанца. Понимаете? Таким черный ворон наш. Это не Орден Ленина. Это черный ворон, который всегда будет напоминать об этом жутком, темном, злополучном периоде в истории нашего города, нашего края. Память Алексея Ларионова увековечили в современной Рязани. На фасаде дома номер 53 по улице Свобода, где жил первый секретарь обкома, в честь него висит мемориальная доска. Орден Ленина за заслуги области, которые обернулись трагедией и экономической катастрофой, по-прежнему принадлежит Рязанской области.